Хорошо. Прежде чем разбираться с обозревателем далее, мы проведем некоторые небольшие настроечки. Я дам пояснение. Во-первых, сейчас я нахожусь в перспективном виде. То есть, если мы жмем на видовой куб, видим здесь перспективное с ортогональными гранями. Данный вид оптически более корректный. И при данном виде у нас хорошо работают фотометрические источники света, в том числе небесный фон и освещение. Ну, это я немножко забегаю вперед. В общем, данный вид, он подходит уже для конечной визуализации. А для того, чтобы работать с геометрией, нам более удобен сейчас будет вид параллельный. Как видите, модель у нас меняется. То есть, все грани сейчас параллельны. И в данном положении у нас неактивна кнопка включения небесного фона. Но, как я уже сказал, данная настройка позволяет удобнее работать с 3D-объектами. Итак, сейчас я наш объект скрываю временно. И создам ряд образцов. Для того, чтобы мы сразу видели результат наложения материалов, нам необходимо переключиться на реалистичный вид. То есть, сейчас стоит концептуальный, а мы выбираем реалистичный. Расположу их немножко по-другому. Чтобы все объекты у нас помещались, и мы могли работать с обозревателем. Что ж, сейчас рассмотрим один из способов наложения материала. Самый простой и самый быстрый, но в некоторых случаях он не подходит. Смотрите, чтобы на один объект со всех сторон полностью наложить материал, нам достаточно взяться левой кнопкой за этот материал. То есть, наводим на материал, зажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем на объект. Отпускаем. Как видите, объект у нас меняет цвет, то есть, на него сейчас накладывается материал. В данном случае это краска для стен. Наложим еще один материал. Как видите, мы сразу можем видеть текстуру. И, собственно, сам внешний вид материала. То есть, грубо говоря, в визуальном стиле реалистичный мы видим первоначальную визуализацию. Да, она неэффектная, но она дает нам первичное представление о виде материала. Нанесу еще один материал для того, чтобы мы могли поработать с кнопкой изменения вида. Вот смотрите, я нажимаю и вижу несколько подкатегорий. Во-первых, я могу изменять размер миниатюр. Сейчас стоит самая маленькая. Я могу выбрать вот такую и, как видите, она становится больше. Но эти кнопки, скажем так, не очень важны. Далее я могу настроить сортировку. Далее вид образца. Если я нажму миниатюры, то, как видите, у меня здесь то же самое, что и внизу. Вернусь обратно к списку и рассмотрим самое важное, что есть в этой кнопке. А именно материалы документа. Данный раздел позволяет нам отфильтровывать. Либо показывать все материалы, либо показывать только используемые. Либо показывать выбранные материалы, либо неиспользуемые. Вот смотрите, сейчас я выбираю показать используемые. И у меня отображаются здесь только те, которые нанесены на объекты. Часто бывает такая ситуация. У меня на левом нижнем образце, как видите, я так понимаю, это паркет. Паркетная доска. Допустим, меня она не устраивает. Я беру и накладываю другой материал. И теперь, в принципе, паркетная доска мне больше не нужна. И с помощью этой кнопки выбрать пункт «Показать неиспользуемые» и данные материалы, которые не пригодились мне в проекте, которые я когда-то добавлял, но потом я их изменил, я удалю. Для того, чтобы мой файл был легче и ненужных элементов в нем не было. Потому что очень много может накопиться материалов и половина из них будет просто вам не нужна. Удаляются материалы с помощью нажатия правой кнопки мыши. Вот смотрите, правой кнопкой нажимаю. И в контекстном меню я могу совершать некоторые операции. Но нас сейчас интересует удаление конкретно. Выбираю «Удалить». И так проделаю со всеми ненужными. Удалить. Удалить. Все, теперь в документе у меня остались только те материалы, которые я использую. Могу выбрать «Показать все». И теперь наш документ более корректный и не захламленный ненужными материалами. Что ж, со структурой обозревателя меню, я думаю, мы разобрались. Где что находится, как что фильтровать, вы уже знаете. Поэтому здесь мы остановимся. А в следующем уроке мы с вами рассмотрим способы наложения материала.